Вы смотрите Город С, меня зовут Инна Сапанченко, здравствуйте. Сегодня у нас большой, серьезный разговор о налоговом законодательстве, и вряд ли мы, наверное, смогли бы разобраться самостоятельно, но, к счастью, сегодня в студии Татьяна Сидорова, начальник отдела налогообложения и имущества УФНС России по Самарской области. Здравствуйте. Налоговое уведомление – тема нашей сегодняшней программы, и, ну, конечно, нетрудно предположить, что налоговое уведомление – это какой-то документ, который для кого-то предназначается. Давайте, может быть, вот поэтапно, кем и в отношении кого формируются налоговые уведомления? Обязанность по исчислению налогов физических лиц возложена на налоговые органы, поэтому ежегодно налоговые органы направляют налоговое уведомление налогоплательщикам и физическим лицам. В налоговое уведомление указывается в обязательном порядке объект налогообложения, сумма исчисленного налога и платежные реквизиты, которые необходимы для уплаты налога. И в обязательном порядке, опять же, указывается срок уплаты налога в этом году, он 1 декабря 2021 года. За 2020 год? Да, совершенно верно. За 2020 год налоговое уведомление направляется за 30 дней до наступления срока уплаты. Налоговое уведомление можно получить несколькими способами. В первую очередь, это отделение почтовой связи, заказные письма. Второе, это личный кабинет налогоплательщика, если физическое лицо является пользователем этой услуги. И можно прийти в налоговый орган, написать заявление, то есть под расписку выдадут налоговое уведомление, или же через МФЦ. В МФЦ можно также прийти, написать заявление и через определенный период времени, сколько оказывается услуга МФЦ, получить налоговое уведомление там. То есть способов достаточно много. Каждый волен выбирать себе свой способ. В этом году уже у нас сформировано налоговое уведомление. У нас где-то порядка миллион шестьсот налоговых уведомлений. Часть этих уведомлений направлена на почту, часть выгружена в личный кабинет. Это все миллион шестьсот? Да, совершенно верно. У нас такое количество налогоплательщиков в Самарской области. Вы сказали, что ежегодно вы формируете уведомления. Я хочу просто уточнить. То есть раз в год такая работа происходит? Совершенно верно. Обязательно раз в год, поскольку у нас руку платы для физических лиц один раз в год. Естественно, налоговое уведомление формируется один раз в год. Я бы хотела еще остановиться на изменениях, которые у нас в этом году, опять же, по имущественным налогам будут учитываться, вернее, уже учтены, я неправильно сказала, они уже учтены при расчете имущественных налогов. Тогда, может быть, поскольку у нас три, наверное, основных налога, то, может быть, по пунктам так и начнем разбирать. Да, конечно, у нас три имущественных налога. Это транспортный налог, земельный налог и налог на имущество физических лиц. В этом году у нас ежегодно, не только в этом году, у нас, в принципе, ежегодно расширяется перечень или расширяется, или некоторые транспортные средства уходят из этого перечня. То есть у нас перечень формируется с дорогостоящих транспортных средств. Это транспортное средство от трех миллионов и выше. Перечень у нас формирует Минпромторга, соответственно, она дорогостоящие транспортные средства. мы начисляем налог по повышенной ставке. Там другой порядок цифр. Да, совершенно верно. Другой порядок цифр. Второе, то, что изменение коснулось физических лиц, это новая льгота по газомоторному топливу. Все транспортные средства, которые заправляются у нас комплимированным природным газом, это метанол 100% освобождает в том случае, если полностью машина работает на метаноле, и 50% если метанол плюс бензин. Это уже учтено, естественно, в налоговых выведомлениях. Если только одно транспортное средство с таким двигателем, естественно, выведомление не указывается, поскольку предоставлена льгота. Если 50 на 50, то указано. Полностью можно это посмотреть, то есть по транспортному налогу. У нас есть сервис ставки льготы по имущественным налогам, там можно полностью видеть весь перечень льгот. А это мы за экологию боремся? Ну да. По земельному налогу. В этом году у нас применены новые результаты кадастровой оценки. Стоит на это обратить внимание при получении налогового уведомления. То есть у нас переоценку прошли земли садоводческих, огородческих и дачных товариществ, земли промышленности специального назначения, земли сельскохозяйственного назначения и земли особо хранимых в территории объектов. И по налогу на имущество. По налогу на имущество у нас ежегодный 10% рост. Каких-либо новых льгот в этом году не было. Ну, чтобы, так скажем, освежить свою память, удостовериться в том, что есть льготы или нет, опять же, можно посмотреть на сайте службы ставки льготы по имущественным налогам. Это то, что касается заменений. Я, может быть, кто-то опоздал к началу эфира. Хочу сказать, что сегодня в студии Города С. Татьяна Сидорова, начальник отдела налогообложения имущества, налогообложения имущества, правильно ведь я говорю, да, у ФНС России по Самарской области, мы говорим сегодня о налоговом уведомлении. И вот сейчас как раз Татьяна Викторовна рассказала о тех изменениях, которые произошли в налогообложении физических лиц в 21-м году, да, ну, то есть с начала этого года, получается. А вот все-таки интересно, а почему эти изменения произошли? То есть как часто вообще что-то новое в налогообложении появляется и в связи с чем? Ну, у нас имущественные налоги – это местные налоги, то есть местные налоги – это налог на имущество физических лиц, имельный налог, а транспортный налог – у нас региональный налог. То есть у нас органы местного самоуправления, также правительство Самарской области, имеют право устанавливать ставки налога, имеют право устанавливать дополнительные льготы для налогоплательщиков, поэтому что-то может поменяться. То есть в этом году у нас получаются одни льготы, в следующем году, может быть, добавят еще что-нибудь. То есть все делается для налогоплательщика, все для граждан Самарской области. Ну, а то есть вот эти изменения, которые по топливу, как вы говорили, они на уровне именно местной власти произошли? Да, совершенно верно. Кстати, здорово, за экологию будем бороться. Да. Хорошо. Вот те налоговые ставки и льготы, которые существуют, ну, я думаю, что не каждый, наверное, налогоплательщик об этом знает. Вот как все-таки уточнить, проверить, для того, чтобы понимать, что тебя ожидает? Для того, чтобы уточнить ставки и льготы, в первую очередь стоит обратить внимание на наш сервис, который у нас пополняется ежегодно. Все ставки там и льготы актуальны, это ставки и льготы по имущественным налогам. Достаточно зайти на сайт налог.ру, на центральной странице у нас, можно увидеть этот сервис, набрать то муниципальное образование, где находится объект капитального строительства или земельный участок, и в этом нажать кнопку «Далее», естественно, увидите ставки и льготы по вкладкам. Именно в этом сервисе. Ну, кстати говоря, я заходила на ваш сайт, и действительно вот очень доступно, очень просто, все изложено еще и с картинками, крупными буквами. В общем, можно, конечно, разобраться. Хорошо, ну а если все-таки какая-то из льгот не учтена в налоговом уведомлении, можно ли ей воспользоваться? Да, если, прочитав налогов уведомления, налогоплательщик понимает, что он относится к льготной категории, и эта льгота не учтена при расчете налога, он может обратиться с заявлением. Опять же, заявление у любой налоговый орган, он может обратиться с заявлением в МФЦ. И что самое удобное, через личный кабинет налогоплательщика, там есть пошаговые инструкции. И уже по истечении 30 дней, если льгота действительно есть, налог будет пересчитан и сформировано уточненное налоговое уведомление. Может вообще такое произойти, что в налоговом уведомлении отражена некорректная информация? Если налогоплательщик получает и видит это, то каковы его дальнейшие действия? Ну, про некорректную информацию могу сказать, что у нас все сведения поступают от регистрирующих органов, и эти сведения загружаются в базу данных налоговых органов для расчета налогов. И если так получилось, что информация была некорректной, то, в принципе, это зачастую не вина налоговых органов. Но к нам можно обратиться. Естественно, мы эту информацию уточним в обязательном порядке. И опять же, как я говорила ранее, налог будет пересчитан, если прав налогоплательщик и сформировано уточненное налоговое уведомление. Татьяна Викторовна, мы с вами уже когда-то, наверное, говорили об этом, но хочу еще раз уточнить. Вот человек приобретает какое-то имущество, автомобиль, дом, квартиру. Должен ли он сам проявить какую-то инициативу для того, чтобы сообщить в налоговые органы о таком приобретении? Ну, или наоборот о продаже? Потому что понятно же, что может быть не сразу и не быстро такая информация. Да, человек волнуется. Нет, к нам обращаться не надо, потому что, опять же, налоговым кодексом предусмотрено, что регистрирующие органы, в случае, если это земельный участок или объект капитального строительства, это управление Росрегистра по Самарской области. Если это транспортное средство, то это у нас ГПТД. Если это квадроциклы, это у нас Ростехнадзор. Если гидроциклы, это ГИМС. То есть все сведения к нам поступают. Сведения к нам поступают как в рамках годовой выгрузки, то есть раз в год, это начало года, так и каждые 10 дней. Сведения принимаются, обрабатываются, учитываются при исчислении налога. То есть, если, например, человек получает уведомление, условно говоря, о транспортном налоге, а машины-то у него уже нет. Это ведь не означает сразу некорректную информацию? Это означает, что налог мы платим за предыдущий год и, может быть? Совершенно верно. Если транспортное средство продано в 2021 году, ну, допустим, весной или осенью, или даже летом, как налогоплательщик думает, ну, все, транспортное средство продано, значит, оно там больше нет. Но нет, за 2020 год существует обязанность уплата налога и за часть 2021 года. Поэтому мы пришлем и в этом году, и на следующий год по проданному транспортному средству. Вот вы когда говорили о тех разделах, которые существуют в налоговом уведомлении, я не спросила еще, есть ли там информация о старой задолженности по налогам и пене? О старой задолженности по налогам и пене? У нас есть такой документ требований, и в этом требовании указано старая задолженность по налогам и пене. В налоговом уведомлении задолженность не указывается. Прекрасно. Если налоговое уведомление все-таки не получено, что делать? И еще, может быть, стоит немножко вернуться, когда вы говорили о тех вариантах, которые существуют для получения уведомления. Там на самом деле их много, а человек должен как-то заявить о том, как он желает его получить, то есть по почте или куда-то прийти, или что? Что? Пользователям личного кабинета налоговое уведомление направляется централизованно, заявление никакое налоговое уведомление писать не надо. Если нет личного кабинета, то тогда направляется по почте. Налогоплательщик приходит в отделение почтовой связи с паспортом и получает налоговое уведомление, то есть это заказная корреспонденция, в ящике она не бросается, обращаю внимание. Налоговая служба исключительно направляет заказными письмами. И третий вариант, когда человек, ну допустим, ну не мог он прийти, он был в командировке, там в отъезде, ну достаточно длительная бывает командировка, он может прийти в любой налоговый орган, опять же с паспортом, написать заявление или же обратиться в МФЦ. Ему в любом случае налоговое уведомление выдадут, и он оплатит сумму налога. Да, есть у нас случаи, когда налогоплательщикам не формируется налоговое уведомление, у нас их не такое большое количество. Это в том случае, если сумма налога менее 100 рублей. Есть такие, да? Да, есть такие. Если льгота полностью льготируется, все объекты налогообложения, в таком случае тоже не формируется налоговое уведомление. Об этом опять же ставки льгота по имущественным налогам для того, чтобы убедиться, относится льготная категория налогоплательщик или не относится, можно посмотреть там. А если, ну, как бы не совсем понятно налогоплательщик, то, естественно, можно обратиться в любой налоговый орган. У нас достаточно квалифицированные специалисты. Они в обязательном порядке выслушивают налогоплательщика и проконсультируют. Является он плательщиком, не является, льгота у него, не льгота, пожалуйста, приходите. Вот эти заказные письма, которые человек получает посредством почты, когда такое уведомление считается полученным? В течение шести дней после направления налогового уведомления. А если он не пришел и не расписался? Если не пришел и не расписался, это не означает, что налогоплательщик не получил налоговое уведомление. То есть у нас существует обязанность у налогоплательщика, если у него есть объект, он обязан платить налоги. Ну, не знаю, потерялось извещение, что-то же может такое быть? Может, почему нет? В том плане, что и сам потерял. Нет, не донесли до почтового ящика, не знаю, что такое произошло. Я еще раз говорю, что налоговая служба не... Нет, извещение о письме. А извещение о письме. По месту регистрации в почтовом отделении все уведомления хранятся с паспортом. Даже если вдруг потерялось извещение о том, что пришло заказное письмо, письмо находится на почте. Ну, то есть я вот еще раз хочу здесь прояснить, что это все-таки зона личной ответственности уже. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Каждый налогоплательщик обязан помнить, что есть такая обязанность. Уплата налогов. Может ли обязанность по уплате налогов возникнуть раньше, чем человек получает уведомление? Да нет. Таких ситуаций нет. 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 Ну вот мы с вами проговорили о том, что такое уведомление, как его получить. После того, как оно получено, то дальше все-таки, наверное, следует его исполнять. Да. Ну, после получения его следует, во-первых, прочитать, внимательно прочитать, убедиться, что фамилия, имущество правильное, ИНН правильное, все сведения об объектах налогообложения правильные. Только в этом случае следует оплатить налоговое уведомление. То есть, если раньше, ну, буквально это у нас второй год уже, по-моему, налоговое уведомление формируется, то есть раздел о налоге, где указан объект налогобложения и сумма налога. И следом идет QR-код или штрих-код, банковские реквизиты, то есть по одному из этих реквизитов можно оплатить налог. После уплаты, естественно, сумма налога у нас попадает уже в налоговое уведомление при наступлении срок уплаты, а будет резервистый счет исчисленного налога. Сейчас, наверное, уже никто не ходит оплачивать на почту, да? Нет, на почту никто не ходит. На почту ходят только за получением, а потом уже идут банки через банкомат, легко платят. Достаточно несложная ситуация. Татьяна Викторовна, еще вот, кстати говоря, наши зрители спрашивали, должны ли наследники уплачивать имущественные налоги в случае, если наследодатель получил налоговое уведомление на их уплату до своей смерти, но не оплатил? То есть как вот эта ситуация решилась? У нас дата регистрации права собственности с момента открытия наследства, то есть даты смерти наследодателя. В том случае, если наследодатель умер и не успел заплатить налоги, но при этом получил налоговое уведомление, нет, оплатите по полученному налоговому уведомлению, и человек уже умер. У него закрыли карточку расчета с бюджетом, поэтому не стоит этого делать. После вступления в правонаследование наследник оплатит в обязательном порядке с момента открытия наследства. А вот из вашего опыта, какие все-таки самые распространенные ошибки и, может быть, вопросы остаются у людей после того, как, в общем, период прошел, уже все должно быть оплачено, вот что потом, какие возникают недоразумения? Недоразумение — это опение и требование. Уплате налога — это опение и требование, это мера принудительного взыскания, вот это и есть недоразумение. Еще раз говорю о том, что существует обязанность, опять же, у налогоплательщика как право, так и обязанность. Право — это получение налоговедомления, а обязанность — это уплата налогов. И если в том случае, если налогоплательщик не получил налоговедомление, он обязан обратиться в налоговый орган для выяснения, почему налоговедомление не направлено. Я, опять же, обращаюсь к собственникам, у кого есть транспортные средства, у кого есть объект капитального строительства, это квартиры, комнаты, это гаражи, это машинные места, это жилые дома, это земельные участки, это все у нас, все собственники являются плательщиками имущественных налогов. По пеням и по, в общем, наступлению ответственности за неуплату все равно хочется поговорить, что следует для тех, кто этого не сделал вовремя. Если не вовремя заплатили налоги, то через месяц после наступления срока уплаты формируется требование. В требовании указывается сумма налога и сумма пени. Если налогоплательщик не исполняет требования, соответственно, уже вносит судебный приказ, судебный приказ передается в судебный пристав, и приставы взыскивают сумму налога. В принципе, там взыскание может быть разного порядка, то есть могут закрыть счета налогоплательщика и уже с счета взыскивать денежные средства. Это ограничение на выезд за рубеж, то есть существует у нас определенная сумма задолженности. После того, как она образовалась, естественно, человек выехать не может. А есть статистика все-таки, насколько мы дисциплинированные и законопослушные налогоплательщики? Ну, исходя из цифр прошлого года, это порядка 98-99% у нас платят налог. В общем, достаточно законопослушные. Что мы могли не учесть с вами еще вот из важного в сегодняшнем разговоре, что непременно стоило бы сказать? В принципе, мне кажется, мы учли все. Единственное, что хотелось бы опять остановиться на льготных категориях, которые у нас есть. Обратите внимание еще раз на льготные категории. Давайте я прямо начну сразу с транспортного налога. Транспортный налог у нас льготы 50 на 50 – это пенсионеры, предпенсионеры. О предпенсионерах у нас сведения поступают из пенсионного фонда, чтобы не возникало вопросов физических лиц, которые относятся к этой категории. Все вопросы именно о дате начала применения, вернее, о дате отнесения к данной категории, к пенсионному фонду. По транспортным средствам это 50 лошадиных сил, простите, 100 лошадиных сил легковые транспортные средства, которые полностью у нас освобождаются в категории. Это участники боевых действий, участники Великой Отечественной войны, это чернобыльцы. 120 лошадиных сил – это многодетная семья. Полностью можно посмотреть ставки льготы по имущественным налогам. Там у нас представлены все категории. По налогу на имущество – это пенсионеры, полностью освобождаются по одному объекту, квартира или комната, дом. Полностью у нас освобождаются участники боевых действий, опять же, у нас участники Великой Отечественной войны, герои-кавалеры, чернобыльцы. Это я уже говорю очень быстро. И по земельному налогу 6 соток. 6 соток у нас освобождаются пенсионеры, 6 соток у нас освобождаются многодетные семьи. И еще у нас по льготам, дополнительные льготы у нас могут предусмотреть наше муниципальное образование. В частности, в Самаре по земельному налогу льгота представляется как по федеральному законодателю 6 соток, так и по местному законодательству так же 6 соток. То есть, если у налогоплательщика земельный участок более 6 соток, налогом здесь не облагается. Все льготы мы перечислили, да? Да, можно сказать и так, но это вкратце. Полностью можно посмотреть ставки льготы по имущественным налогам. Там льготы все перечислены, категория льготников тоже вся перечислена, ставки там тоже все перечислены. Да, вряд ли так запоминать наслух стоит сейчас. Татьяна Викторовна, ну в общем-то мы основные моменты, наверное, с вами сегодня проговорили. И остается напомнить, когда, до какого времени мы ждем налоговое уведомление, и до какого времени мы будем своевременно уплачивать. Срок уплаты 1 декабря 2021 года, налоговое уведомление крайний срок направления за 30 дней до наступления срока уплаты. То есть, в течение всего ноября можно будет уже разобраться? Да, разобраться, оплатить. Если что-то не ясно, пожалуйста, обращайтесь в личный кабинет налогоплательщиков, в налоговые органы, МФЦ, кому как удобно. Это был Город С. Сегодня мы говорили о предстоящей уплате налогов на имущество. У нас в студии была Татьяна Сидорова, начальник отдела налогообложения и имущества УФНС России по Самарской области. И надеюсь, что вопросов у вас больше уже не осталось. Спасибо, Татьяна Викторовна. До свидания. До свидания. Увидимся в Горде С.